В которых правая левая рука и правая рука не работают. Ну, это, например, если есть несколько входов в комнату. Ну, детали не важны, но есть алгоритмы, которые гарантируют обход любого лабиринта. Предположим, что вы этот алгоритм знаете, у вас его книжечка есть, вы знаете, как обойти в лабиринт. И у вас есть краска, задача решена. А количество комнат неизвестно? Известно, известно, миллион. Но они одинаковые. Итак, первое решение такое. Смотрите, если мы знаем алгоритм обхода лабиринта, и у нас есть краска, задача решена, обходим по этому алгоритму все комнаты, нумеруем, когда вы видели там N, миллион, все, мы решили, задача решена. Отлично. Простой решение, согласен. Только надо знать, алгоритм обхода лабиринта. Есть разные. Здесь, например, рандомизированный алгоритм вратарий. Там, как кидается монетка, обходится, неважно. Дальше. Простая задача. Обходим лабиринт с помощью известного алгоритма. Каждую комнату помечаем краской. Давайте усложним задачу. Предположим, что у нас нет краски. Комната, которая представляет одинаковые, помечать ничего нельзя. Составляющая карты. Карты тоже составляют. Есть память, конечно. Память, конечно. Память не то, что конечно, она очень маленькая. Мы можем помнить логарифм от N информации. Но это неважно. Предположим, что память очень маленькая. Я так скажу. Предположим, что человек может только считать. Вот эта первая комната, это вторая комната. Но он не знает, в одной и той же комнате уже было или не было. Предположим, что человек может только считать. То есть, вот эта первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И тогда можно считать сколько хочет, но он не видит разницу. Может в эту комнату прийти десятый раз и скажет, что это комната 128, но на самом деле одна и та же уже десятый раз. Предположим, что вы можете только считать. Как быть? Вам надо в какой-то момент сказать, я обошел все комнаты? В лабиринте миллион комнат, да? Сейчас, секундочку. То есть вы можете находить миллион, сказать, я обошел. Но скорее всего в одной комнате были хотя бы два раза, все, проиграли. Может, миллиард? А может, мы не дошли до какой-то комнаты? Десять миллиардов? Как быть? Да? Я хотел как раз спросить, можно ли ему несколько раз об этом говорить? Не-не, один раз, один раз. То есть все, вот, как вот быть такой тут? А мне кажется, что-то похожее, значит, про нас. Да, н логарифт, наверное. Ну, близко, да. Ну, можно, если вы с логарифтом уходите. А можно прокидать монетку и типа налево идти? О, отличное число. Если орел, направо. Да, супер, да. Когда остановиться? Это правильно. И считать вот логарифт, н, логарифт. Пробо говоря, определить конечное число комнат, при котором мы можем, будем иметь право сказать, что мы будем во всем уберечь. Я правильно вас понял? Вот вы вдвоем вообще супер сказать. Местка, да. Да, да. Нет, все верно. Да. Смотрите, прежде всего, девушка предложила кидать монетку. Вы предложили считать, сколько, в какой-то момент остановиться. Все верно. Но прежде, чем кидать монетку, смотрите, у этой задачи есть решение без монетки. Невероятное. Оно очень сложное. Оно использует тяжелую математику, графы, экспандеры, сходимость, собственные числа. Очень сложное, совершенно невероятное. И у этой, и у него, кстати, нашли недавно, это сложное невероятное решение. Нашли буквально 4 года назад, была конференция. Но оно сложное, я его тоже не понимаю до конца. Но у этой задачи есть очень простое вероятностное решение. И вы, в принципе, его уже нашли, кроме одной маленького вещи, которую вы не могли придумать, надо посчитать. Но, в принципе, мы нашли очень простую вероятность решения. Итак, давайте на него посмотрим. Абсолютно верно. Решение такое. Тут ошибка. Надо случайно, я ночью вчера писал, надо случайно блуждать по лабиринту. Что значит случайно? Если здесь два прохода новых, кидая монетку, решка 50, в одну сторону, орел в другую. Если три прохода, одна треть, одна треть, одна треть. Надо случайно блуждать по лабиринту, пока мы не простим. Ну, практически как с тосками, да, если брать две тройки, n, lock, n. Ну, а не с тосками, а с этим, что у нас там было, с конвертами, с наклейками. Практически как с наклейками. Надо случайно блуждать 3, n в кубе, lock, n в комнату. Можно доказать, и это не очень сложно, намного проще, чем невероятное решение, что после такого количества прохода в комнат, случайно блуждая по графу, с вероятностью, которая стремится к единице, мы обойдем весь лабиринт. Весь лабиринт. То есть мы можем ошибиться, но вероятность ошибки будет очень мала. Соответственно, если вы окажетесь в таком случае, вам надо будет обойти лабиринт, допустим, размером 100, искать, когда вы все обошли, у вас нет памяти, можете считать, отсчитаете 3 умножить на n в третий, сколько там 100, на 110 тысяч, миллион, миллион умножить логарифы 100, там 10 миллионов шагов, и можете быть свободным, вы скорее всего, выиграть. Вот такая вот интересная задача. Еще раз сейчас отличный вопрос. Что интересно сказать? Ну, в принципе, это само решение понятное, да, вы сами предложили. Только непонятно, откуда взялась эта константа. Ну, это уже не важно. Но невероятность на решение, ну, вам остается только мне понять, оно необычайно сложное. То есть его может, ну, его очень сложно понять. Такое все наворочено. А вот вероятность очень простая. И эта задача, помимо там лабиринтов и так далее, один из случаев того, как вот задача с изображением, когда теория вероятности позволяет решить очень-очень сложную задачу, пусть какая-то вероятность ошибки, которая стремится к нулю, очень-очень просто. Обратите внимание, опять же, решение вы поняли, вы сами его предложили. Только осталось контактно доказать. А невероятность решения очень сложная. Вопрос. А вот то решение, которое мы здесь имеем, какова вероятность того, что мы действительно посетили? Она зависит от N. И она, чем больше N, тем ближе к единице. Ну, она очень близка к единице. Ну, то есть там 1 делить на 1 минус N, там, E в степени, она быстро снимет суть. То есть, все-таки какой-то шанс, он все равно... Есть, но он очень маленький. Там, для больших... Если там 2-4 комнаты вы берите, то он большой. То есть, друг говоря, это уже формула и показывает... Да, 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 там, да. И есть еще... Есть физики. А, вопрос. А логарифмы по какому основанию? Ну, натуральные, натуральные. Ладно. Физики здесь есть? Да. Вот, физики. Вот, ну, я скажу для всех. Значит, я не физик. Смотрите, есть... Значит, здесь физика, есть теория случайных процессов, да? Блуждания. Так вот, есть гениальная книжка, в которой ученые доказали, что любой... Послушайте, вообще, такая потрясающая вещь. Что любой лабиринт можно перевести в электронную сеть, в электрическую сеть. То есть, схему. Там, резисторы, напряжение и так далее. И, соответственно, получить тоже самую задачу. То есть, вместо того, чтобы решить задачу, плывая лабиринт. Можно заснуть ее в черный ящик, очень простой, который выдаст нам электрическую схему. Прийти с этой схемой к физику, сказать решение, не посчитать напряжение, токи, и он посчитает эти токи. И переведем эту задачу назад, и мы получим вероятность обойти лабиринт. Соответственно, существует вот этот, как называется, изоморфизм между лабиринтами и схемами. А можно еще ее собрать и даже помирить. Да, да, на самом деле так. То есть, в принципе, вообще потрясающе. Вот те люди, которые нашли эту взаимосвязь, берем какой-то лабиринт, как-то что-то с ним делаем, получаем электрическую сеть, идем к физику, физик решает, у нас есть задачи про случайные блуждания. И то же самое, верно наоборот. Предположим, есть какая-то схема, и физик там, не знаю, не может что-то посчитать. Физика хуже знаком. Он идет к специалисту по теории вероятности, тот эту схему переводит в лабиринт. А, говорит, ну это же известный граф. Там Чапов-Шкок дает ответ, дает физику напряжения. Колоссальная связь, казалось бы, разных вещей. Случайные блуждания по лабиринту, электрические схемы, физика, электроника. Тем не менее, есть книга на английском в доступе Random Walks and Electrical Networks. Случайные блуждания, электрические сети. Колоссальные. Я не знаю, кто до этого не думался, но тем не менее... А как называется дисциплина, которая связывает совершенно разные группы? Это называется вообще творчество, по большому счету. Вообще, математики очень радуются, когда находят изоморфизм. Изоморфизм это что-то одно, связанное с тем-то другим, так что, по сути, здесь взаимосвязь один к одному. А правильно ли будет сказать, что наличие числа Пи, здесь это тоже изоморфизм? Не, не совсем. Изоморфизм там... Да, да, изоморфизм, более тонкий. Я так, не сдаюсь деталей. Ну, в общем, кому интересно... Вот эта вещь вообще потрясающая. Лабиринты из каких-то электронных схем. Но тем не менее, давайте продолжим. Здравствуйте. Да, но это уже было. Это видно другой слайд. Случайное блуждание. Случайное блуждание изучают в рамках правил, во-первых, тогда чуть-чуть в рамках теории вероятностей. Иногда в курсе случайные процессы. Мы рассмотрим самое простое случайное блуждание по прямой линии. Эту задачу формируют по-разному. Одна формулировка такая. Есть пьяница, там есть его жена, есть, допустим, кабак. Так, как человек пьяный, там каждый раз, 50% делает шаг в левую, шаг в правую, какова вероятность, что раньше он придет в кабак, чем дойдет до живы. Это первая формулировка. Ну, вторая формулировка такая. Допустим, есть два человека, которые, не знаю, глухонемые, слепо-глухонемые, они потерялись на прямой линии. Каждый раз делал шаг в левую, сверялся 50%, каждый из них, и каждый из них также шаг в правую. Какова вероятность, что они встретятся? Сколько в среднем времени надо, чтобы они встретились? Вообще встретиться реально. Очень много случайных обружданий, опять же, они связаны и с электрическими сетями, и с теорией случайных процессов, и задачами оптимизации. Давайте возьмем сам простой случай. Вот у нас есть два человека, расстояние между ними, оно до самом деле не существенное. Оно может быть равняться единице, может 10, это не важно. Давайте дальше. Какова вероятность, что эти два человека встретятся? Как вы думаете? Друг друга они не видят, пока они не столкнутся, допустим, слепые, слепо-глухонемые, даже, предположим, когда они не столкнутся, они только не видят. Какая вероятность, что они когда-нибудь встретятся, я уточню. Когда ли? А у них у обоих, они оба одновременно? Да, оба одновременно. Не-не, предположим, оба одновременно. Один. Единицы, наверное. Можно показать, это не просто, но и не сложно, что вероятность их встречи, сейчас будет парадокс небольшой, вероятность их встречи равняется единице, но среднее время до встречи равняется бесконечным. Это даже верно, если они бы рядом стоят. Парадокс. То есть вероятность встречи для такого случайного блуждания равняется единице, когда-нибудь они встретятся, но среднее время до встречи равняется бесконечности. То есть не совсем утешительно, да? Давайте, предположим, что эти люди, единственные люди на Земле, которые там блуждают, или так, хотят друг друга найти, да, они встретятся, но среднее время до встречи равняется бесконечности. Давайте продолжим. Что про плоскость? Предположим, что есть два человека, можно делать шаг вверх-вниз, влево-вправо. То же самое случайное блуждание, 0,25 вверх, 0,25 вниз, влево-вверх. Как вы думаете сейчас, только вероятно, что они встретятся. То же самое. Для плоскости есть вносить два человека, не важно, где они стоят, на расстоянии 100 друг от друга, миллион, на каком-то. Вероятность, что они встретятся, равняется единице, и среднее время до встречи равняется бесконечности. А что происходит дальше, когда у нас трехмерное пространство или пятимерное, ответ уже есть, чем больше измерений, тем меньше вероятность встречи. То есть пятимерно, десятимерно, вероятность встречи будет уже зависеть от расстояния между ними. Чем она больше, тем меньше будет вероятность встречи, и она будет меньше единицы. Отсюда можно сделать печальный вывод, что если существует где-то там, не знаю, где 5-мерные, 10-мерные или 100-мерные существа, то они будут достаточно одиноки, они будут тяжело друг друга найти. Мы так иначе встретимся, а у них, наверное, встреча будет очень сильной боль. Итак, давайте дальше. Ну, соответственно, можно сделать два таких всевзонавочных вывода. Многоверные существа должны быть очень одиноки. Чем больше у них измерений, тем больше они одинокие. Ну и второй вывод. В поисках счастья не стоит случайно ждать. Вероятность может единиться, но время бесконечного у нас нету. Поэтому делать стоит вести осознанный поиск. Ну, есть разные рассказы, есть у Шекли в обмене разумов есть похожие случайные муштания, есть трансляет на одиночество. И вот есть эта книжка, которую я упоминал. Давайте дальше. Мы практически подошли к концу. Я хотел еще пару вещей, несколько вещей вам рассказать, но на 90-м слайде я понял, что все, мы уже не успеем, и будет слишком тяжело. Значит, еще одна вещь, я так и раз расскажу, научный эксперимент. Как ученые, не физики, математики, ну, физики может быть, как математики, как устанавливать факты. Берут какие-то предположения и пытаются доказать теорию. Получилось, не получилось. Как, допустим, психологи, социологи могут установить причинно-следственную связь? Опросы не подходят, да? Опросы не подходят, да? Опросы не подходят, да? Мы не можем опросить человека, что нет причинно-следственной связи. Он может нас обмануть, он может сам себя обманывать, может неосознанно сообщить не то, чем информация. Опросы не подходят. Корреляционная, корреляция подходит. Если мы посчитаем корреляцию между двумя величинами. То есть она не ложная. Она позволяет установить причинно-следственную связь? Корреляция не ложная. Хорошо. Не, ложная еще, да, допустим, она не ложная. Предположим, мы знаем, что А коррелирует с Б. Из этого можно сделать вывод, что А ведет к Б, а может быть, Б ведет к К. А может быть, есть С, который ведет и К, и К, правильно? Корреляция не позволяет установить причины-следственной связи. Как можно установить причинно-следственную связь? В идеале нужна машина времени. Мы провели эксперимент, мы дали людям сахар, посмотрели, что получилось, вернулись в прошлое, не дали им сахар посмотреть, что получилось, и мы можем прийти к нему, и сахар влияет на то-то, тот. Машины времени у нас нет. Что остается и какой выход? А самым прин ﷺ стандартным де-факто для остановки причинно-следственной связи является научный эксперимент. Мы берем случайную группу людей, случайно разбиваемую на две, случайно, да, на две части. Одна, допустим, получает, мне кажется, вторая нет. И тут теория вероятности помогает уменьшить риски различных вмешивающихся фазов и установить наличие причинно-действительной связи. Ну, про это мы долго пока не поговорим, потому что это актурация. Формула расчета цены опционов. Есть ценные плани, которые называют опции опционы, которые дают право что-то купить или продать по заранее известной цене. Ну, неважно. В чем суть замечание, что один известный математик вывел формулу, которая основывается на случайных процессах, на процессах Гаусса, на Бронском движении. И он показал, что цену опциона можно насчитать, используя дифференциальную математику, когда считается интеграл, вот Гаусс это движение, получить за это Новиску премию. Очень сложная математика, но, тем не менее, замечательное приложение на фондовой бирже для расчета цены опционов, которые также из этого. Ну, и игра в казино, при честной игре никакая стратегия не позволит выиграть у казино. Что имеет цвету под стратегии? Подкупить к руки это не стратегия. Никакая другая стратегия в честной игре не позволит выиграть у казино, и честно тем более. Доказывает это математически с помощью Мортингалов. Мортингалов это специальный вид в чайном процессе. Ну, давайте дальше. Так, одно несколько слов. Теория вероятности, на самом деле, это зонтик, под куполом которым огромное количество наук. Теория вероятности, которую мы сегодня упоминали, математическая статистика, случайные процессы, дисперсионный анализ, рекреционный анализ, как одна величина предсказа другую, стахастическое, то есть случайное программирование, симуляции мы сегодня упоминали, как с помощью программы сгоделировать какие-то случайные величины, искусственный интеллект очень сильно применяет теории вероятности, анализ данных, изображение, и многое другое. Давайте дальше. Ну, благодарности. Начнем, конечно, с людей из обророны тут, то есть вас. Спасибо, что пришли. Было очень здорово. Спасибо всем, которые пришли тут. Общим скептикам. И на этом все. Вопросы можете задавать. Спасибо. Что мы сейчас можем практически проверить. Что проверить? Посмотрим, у нас есть вероятность. Например, с носками. Да. Используем конфеты, например. С носками? Да. Давайте посмотрим. Вот как раз берешь носки. У нас спросили, это было неподготовлено, если не показывать, это раз в мяде. Мы не знаем, сколько здесь пар. Давайте посмотрим. Попытаемся оценить, сколько здесь пар. Ну, вот носок, да? Да, допустим. Будем доставать носки, пока пары не получится. Так, что вы попросили. Ну, нет, я выбрал пар. Ну, сколько пар, то есть не знаю. Здесь, конечно, на ощупь они понятны разные, но тем не менее. Пока не получили. Я случайно стараюсь убирать, перемешиваю. Пока вроде разные. Да, разница. Еще надо. Предположим, одинаково. Итак, мы достали 4 носка. Значит, у нас была формула, среднее количество носков, которые мы достанем, сколько мы достали? 4, да? Она равняется корень умножить из π умножить на количество пар. 4 у нас есть. π мы знаем, корень знаем. Надо поставить эту формулу, мы найдем n, среднее количество пар. То есть под старшем 16 разделить на π, вот это оценка того, сколько здесь пар. Кто-нибудь может разделить 16 на π, 16 на 3, примерно 4. А здесь 5 пар. Ну, один мы провели всего один опыт, мы не считали средний, да? Вот такой вот опыт показал, что тут в среднем 4 пар, их тут 5. Ну, плюс минус достаточно. Если мы этот опыт сделаем не один раз, а допустим 100 раз, и посчитаем среднее от количества носков, которые мы достанем, мы увидим, что оно будет сходиться к 5. Может быть, мы получим 4,9, может быть, 5,1, но оценка будет достаточно близка к 5. И чем ближе, больше опыта мы продемонстрируем, тем ближе наша оценка будет к настоящему. Ну, такой опыт. Хорошо, что вы спаси. А вот такой вопрос. Казино существовало когда давно, алгоритмы, которые были заложены в создании вообще самого казино, они, наверное, более несовершенны. И были такие истории, когда люди, честными способами, математиками, например, рассчитывая эти алгоритмы более совершенно, они могли их перебороть. Понятно, что сейчас это практически невозможно. Но потому что очень много денег, там многое, история большая. Но вот я слышал, что нам ученицы по этой вероятности рассказывали, что раньше колесо, когда крутилось, все равно оно несовершенно сделано. То есть вероятность выпадения каких-то цифр, она обусловлена физическими какими-то недоработками в своем колесе, несовершенствованной изготовлением. Ну, может быть, так. И сейчас после каждого кручения перебалансирует колесо. Да, возможно. Но опять же, еще такой момент. Казино рулетка, она нечестная игра, потому что там, кроме 35 полей, есть еще 1-0 или 2-0, что уменьшает шанс, что играет против игрока. В принципе, считается, что в казино, например, можно выиграть в покер, там опытный игрок, может выиграть у других, менее опытный игрок, игроков путем того, что он может хорошо глифовать, но это уже к теории вероятности не относится, и может запоминать сыгранные карты. Что, в общем-то, относится к теории вероятности и планирования. Ну, в чек... можно выиграть? Ну, в гады. Вот, Джек, да. Можно не сходить террориенцию при игре в преферранс? Ой, я не... Преферранс меня учили, я так и не научился. Что-то мне не понравилось. Визийскую... А можно еще вопрос? Не знаю, дай. А вот по поводу того примера, когда два человека были на отрезке. И мы сказали, что вероятность того, что они встретятся один... Когда они будут... Когда они будут, да. Значит, при времени стремящемся к бесконечности. Среднее время до встречи равняется бесконечности. Да. Вот вопрос, почему не важно расстояние в этом случае? Потому что в любом случае среднее время до встречи останется бесконечно. Даже если они стоят рядом, среднее, можно сказать, вообще один шаг, вот тут они стоят, да? Они с вероятностью... Во-первых, на следующем шаге они вообще не встретятся потому что они разойдутся. Расстояние между не должно быть четное. Ну, хорошо, допустим, оно четное. Когда они встретятся через... С вероятностью 1 на 4-ой на следующий шаг. С вероятностью 1 на 4-ой не разойдутся. В общем, мотивотически несложно показать, что среднее время до встречи равняется бесконечности. По раннем времени здесь тогда разговаривает количество шагов. То есть, чтобы встретиться, они должны стоят на одной в этой точке, а если они не перегружатся, это значит, Конечно, они могут разойтись. Это не совсем ожиданный результат, но он доказывается. Я лично такого не слышал. Судей в самой учатке, такие случаи они описывают в интернете и можно прочитать. Наверное, это уже зависит просто от эксперта. Нашли адвокату про этот случай, подали апелляцию, ее выиграли. Если бы никто не нашел, скорее всего бы никто. У нас в суде, конечно, я ее очень представляю. Что-то подает апелляцию, говорит, что неправильная вероятность посчитали 3 года назад. Я вообще не представляю, сколько может пойти. Но я не юрист, я далек, поэтому не могу сходить. На основании вероятности в России есть практики? Я не знаю, но эксперты в суде могут выступать. А уж как к чему придет экспертное мнение, не понятно. Кстати, если, допустим, в том же суде провести аргументы против использования отмечавших пальцев, показав то, что вы показали сегодня, насколько это примут. Я не думаю, что они будут. То есть, до сих пор используют криминальный профайлинг, до сих пор в полиции, даже в Америке приглашают каких-то экстрасенсов иногда. Скорее всего, это тяжело. Полиграф до сих пор используют. Я не думаю, что это реально будет сейчас. Кстати, насчет полиграфа, у меня просто один знакомый, который работает в фирме, попадающий полиграфой. И вот по его отверждениям, единственное, на чем, собственно, работает система полиграфов, это, ну, некоторое знание психологии, просто вывод человека в такое психическое состояние, что по нему уже можно будет определить что-то. А сам полиграф ничего на самом деле не показывает. Да, да. В общем, полиграф достаточно не очень хорошим средством нарушения лыжей. Иногда, в определенных условиях, при условии, что специалист на полиграфе эксперт, при условии, что он неподкупный, при условии, что он как бы не устал и так далее, вероятность того, что он обнаружит правду, она больше случайного угадывания. Но она достаточно далека от хороших чисел, от 90 до 80. Ну, к сожалению, полиграф используют везде, и в Америке, и у нас. Ну, достаточно нехороший пациент. А я вот хотел сделать замечание, ну, не замечание, а комментарий по поводу регрессии к среднему, что в нашем скептическом деле, когда мы боремся против, самое главное, псевдомедицины, то эффект регрессии к среднему, он обычно проявляется у людей, у которых есть какие-то хронические болезни, как правило. И вот человеку становится плохо, и он идет в какую-нибудь там гомеопату. И просто по закону регрессии среднего ясно, что если у него пик болезни приходится на пятницу, то, скорее всего, в субботу и воскресенье вероятность того, что ему станет легче гораздо выше. Человек это свяжется с гомеопатией, а по факту это просто случайно. Абсолютно. Мощно действует у нас в жизни, что за счет этого, собственно говоря, гомеопаты, например, и существуют. Да, это одна из основных причин. Все верно, Кирилл сказал. Помните график, да? Как когда человек заболел, ему хуже стало не вдруг к врачу. Еще хуже, да, потом вдруг пройдет. Так, вот так, когда человек очень плохо, он идет к врачу. К гомеопату. К гомеопату ему что-то дает, согласно регрессии к среднему. К гомеопату человек пришел к врачу, когда уже очень плохо. И через какое-то время, да, скорее всего, ему станет лучше. Лучше, чем было в самый критический вариант. И как раз это закрепляет веру в того, что вся кишева там и гомеопаты работают. Абсолютно верно. Это одно из объяснений. А если нельзя к этому уже отнести и обычную медицину? Ведь обычная медицина утверждает, что это выздоровление проходит через кризис. Человек пришел не на пике, допустим. Потом у него кризис, который соответствует регрессии к среднему. Потом у него снова улучшение. Нет, обычная медицина использует контрольные группы, контролируемые эксперименты. Части групп дают лекарства, части групп дают пустышки, чтобы посмотреть, именно лекарство привело к тому, что он поправился, или пустышка. Но если пустышка и лекарство одинаково, значит никакой нет влияния. А если люди же не знают, им дают пустышки или лекарства, то все эти факторы стараются учить. Конечно, это непросто, иногда они не работают. Есть больные, которые говорят, пустышки соленые, а настоящие, кажется, сладкие. Но в среднем стараются, чтобы это было неизвестно, чтобы даже врачи не знали, какие лекарства они дают. Это максимум, что можно сделать, потому что нет машины времени. Ну и это к хроническим болезням, например. Если человек пришел с инфекцией, и мы можем показать, что мы просто инфекцию уничтожили, то просто нет. Генеопацию керетовую побольше с инфекционным заболеванием, если на салоне проходит. Ну что, вопросы еще есть? Где узкая часть можно презентовать? На SlideShare она есть, но мы сейчас ВКонтакте выложим. Вы сказали про математики, которые выглядели в приземах. Но это есть такие случаи. А, математики? Я не знаю. Которые своим опытом дали толчок для усовершенствования моделей используемых в приземах. Не, ну вот Blackjack это известный, да, фильтр? Потому что использовалась раньше одна колода. Сейчас использую 10 колодок. А вот именно вы встретите другие, по-моему? Не знаю. Может быть, я не читаю. Ну давайте поблагодарим нашу электро и придем просто без секрета. Можно скажу одну вещь? Это было захватывающе! Ууууууу! Спасибо. Да, Борис, спасибо. Наслить! Спасибо! Надеюсь, не очень сложно было, я сразу не смогу. Субтитры делал DimaTorzok